Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников по книге Великий Музей Мира. Рафаэль Сабалетто. Две женщины в 20 век. Рафаэль Сабалетто Фуэнтес родился в состоятельной андалузской семьи, поощрявшей его стремление стать художником. В Мадриде, куда молодой человек прибыл в 1925 году, он учился в Академии Сан-Фернандо. Однако образцами, тем не менее, сделал авангардные опыты экспрессионистов и кубистов, по-своему их интерпретировав. Так, в представленной картине, изображающей двух спящих деревенских жительниц на фоне пейзажа, формы строятся сегментами, подчеркивающими их структуры, а линии четко прочерчивают границы света и тени. При этом живописец вовсе не отказывается, в отличие от многих других кубистов, от запечатления внутреннего состояния, настроения, поддана лирической ноты, передача натуры. Провинция Хаэн, в которую входил городок Кесада, где родился Сабалетто, являлась воистину сельской местностью, поэтому данный сюжет близок к художнику. Множество влияний, кубизм, фавизм, сюрреализм, метафизика и беризм родили в итоге его неповторимый почерк. Мастер был репрессирован после гражданской войны, во время которой сделал серию рисунков, посвященные ей. Однако его обвиняли еще и в пособничестве республиканскому режиму. На самом деле Сабалетто только участвовал в комиссии по сохранению национальных сокровищ, произведении искусства и архивов при правительстве. Его отпустили на волю за недоказанностью обвинения, но позже еще раз арестовали. Родственникам удалось снова доказать невиновность живописца. В 1951 году родной город присвоил Сабалетти звание возлюбленный сын, гордясь его творчеством. Работа художника экспонируется в галереях и музеях многих стран мира. В 1160 году на 30-й венецианской биеннале были представлены 16 его картин и 10 рисунков. Самая большая коллекция произведений мастера находится своего музея, открытого в 1963 году в Кесаде. Вот такое описание к работе Рафаэля Сабалетта «Две женщины». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok